всем привет друзья сегодня у меня будет обзор на пиво hu garden вообще в этом году решил сделать несколько так сказать перетестов каких-то старых линеек которые я пробовал там на самом старте канала да и в принципе в целом больше не пил может у меня изменилось там восприятие да то есть я там как-то вкусы меняется или что-то такое пиво может поменялось да поэтому я считаю что некоторые такие линейки которые продаются именно давно вот и на которой на канале уже был обзор то имеет место в принципе такая штука как перетест вот решил начать эту серию которая назову 2024 с хугардена и вот посмотрим как хугарден нынче в 2024 году как он выглядит на фоне там своих конкурентов и в целом вообще как он вот сегодня смотрится за свои деньги да там и все такое что можно сказать хугарден это по моему пиво которое продается с времен я не знаю там вот обычно если мы про обычных угарным будем говорить вот вот этот классический я помню еще пил его там ну может лет 15 так точно назад он уже продался потом грейпфруктовый у нас появился ну и вот это уже такой более новинка то есть я в принципе делал на него обзор же в статусе новинки такие дела в общем предлагаю все это дело пробовать покупал по вот эти по моему по 70 вот это 80 если не ошибаюсь но плюс-минус такая скидочная цена можно сказать регулярная до около 70 80 рублей так что такие дела пробовать буду начинать с обычного с классического хугардена на самом деле очень давно его не пил вот помню еще одно время у нас его продавали не по лицензии а именно сваренный непосредственно в бельгии по моему там еще даже были некоторые другие типа хугарден розе я помню было еще помню какой-то был хугарден ну ладно поехали собственно говоря смотреть что напишет производитель пивной напиток хугарден белая нефильтрованная осветленная пастеризованная объем 044 экстрактивность начального сусла 11 7 алкоголь 4 9 состав вода питьевая солод пиво вареный ячменный пшеница кориандр кожура апельсина яблочный пектин хмель хмели продукты изготавливает у нас все это дело а.б. инбёв если я не ошибаюсь да б. инбёв эфес конкретно мою версию сварили в клине ну собственно я так понимаю у меня все будет именно из клина потому что ну территориально хотя тут их ты есть омск есть клин и вроде больше то ничего и нету ну окей будем пробовать крышки откручиваются сейчас вы знаете с этого года вот эти вот на балдашники да на пиве штрих-кодики то есть теперь если вы покупаете много пива даже вам придется продавцу точнее придется вам каждую бутылочку отдельно прокликивать хотя раньше это можно было там соногрескать у меня здесь 10 бутылок хамовничков и все сразу хоп десяточку убили и все нормально так такая тема не прокатит ну ладно давайте возвращаться к пиву светлое такое белое пиво в принципе вид бланш да то есть чем она у нас отличается это пшеничное пиво от немецкого пшеничного пива затем что здесь составе у нас есть кориандр и цедра то есть это обязательные такие составляющие этого пива до сваренная в стиле именно бельгийского пшеничного пива то есть вид или бланш как его называют да такие дела ну давайте смотреть карбонизация достаточно мощная пенка в принципе мелкозернистая приятная достаточно стойкая смотрим по ароматике улавливаются немножко пшеничных тонов немножко кондитерских тонов немножко вот каких-то вот как раз вот специй да вот что-то такого то есть в принципе приятная ароматика такая немножко сладковатая десертная давайте пробовать тело такое достаточно мягкая немножко чувствуется пшеничность немножко такая классная какая-то можно сказать основа финиша немножко накатывает сладковатых но так в принципе чувствуется кислинка которую как раз вот нам дает цедра да такая вот вполне себе неплохое освежающие именно летнее пиво то есть можно выпить утолить жажду в принципе вкусно никаких вопросов особо к нему нет у меня теперь только вопрос к себе а почему я это пиво так редко пью потому что реально вполне себе приятное пиво легкая пшеничная и там условно говоря за 70 рублей в принципе вполне себе нормальный ценник да то есть особо то и ничего и не придумаешь то есть вот сейчас на мой взгляд на 2024 год вполне себе интересная тема но поехали дальше предлагаю в принципе продолжить грейпфрутовой версии потому что но вот вишню то я как раз не так давно скажу так пил может несколько месяцев назад а вот эти что-то давненько на самом деле не пил так что здесь пивной напиток хугарден со вкусом грейпфрукта нефильтрованный осветленный пастеризованный объем 0,44 алкоголь 4,6 состав вода питьевая сол пиваренный ячменный пшеница глюкозофруктозный сироп ароматизатор натуральный сок содержащая основа грейпфрут апельсин кориандр кожура апельсина яблочный пектин регулятор кислотности лимонная кислота хмели продукты также у меня версия произведена в клину здесь написано кстати как правильно наливать то есть ополоснуть водой бокал потом налить на две трети взболтать остаток бутылки кстати то что я не сделал да в хугардене в оригинале давайте взболтаем да и дольем соответственно вот хоть здесь я это посмотрел все время забываю что ну пшеничное там нефильтрованное до пива надо ну неважно там какой-нибудь смузи какой-нибудь пиво или что-нибудь в этом роде надо всегда доливать до конца но если в смузи обычно проект не забываешь потому что ты понимаешь что там вот самая тяжелая самая густота то вот в пшеничном пиве я периодически про это забываю так что давайте еще сделаем глоточек пенка как мы видим стала только такая еще более плотно еще более красивая давайте так что еще глоточек правда сложно на самом деле через пену было добраться до пива очень уж она такая большая но вкусная на самом деле пена немножко такая сладковатая немножко от банановых даже таких оттеночков как раз вот именно в пене было вот не скажу что кстати сильно изменилась вкус пива как-то да он стал нам чуть-чуть вот немножко поплотнее то есть было более она такое легенькое такое с такой цедровой кислинки стала более плотным что в принципе неплохо так поехали в принципе к нашему грейпфрутовой версии наливаем ну бокальчик я уж не буду располаскивать подбалтываем они немножечко опять же не буду там прям выливать до конца в принципе плюс минус так все понятно могу сказать сразу что идет аромат цитрусовых активно вот в момент наливания да то есть выглядит она в принципе тоже таким белым мутненьким каким-то пивком небольшая пенка присутствует вот здесь в ароматике конечно четко прослеживаются именно цитрусовые вот именно цедра как будто корки вот этим неж от цитрусов прям яркая ароматика но это ароматизатор принципе о чем и указали давайте пробовать это пиво принципе основа пивом у них одинаковая по факту да то есть только сюда добавили там немножко вот этого сокосодержащего грейпфрута да там как там написано то сокосодержащая основа грейпфрут апельсин да и кстати вот именно апельсин когда я сам допустим делал радлер добавлял просто пшеничное пиво грейпфрутовый сок получалось немножко все таки по-другому было именно четкая грейпфруктовая такая нота вот эта грейпфруктовая горчиночка была небольшая такая на послевкусие деликатная тут такого нет тут именно видно что вот апельсиновая тема есть и она получается более такое ну более вот такой апельсиновая да немножко может быть какой-то чуть более агрессивными кажется грейпфрут он более такой спокойный в целом фрукт фрукт давайте еще глоточек сделаю но пшеничная основа на месте и потом нас догоняет чуть больше здесь кислоты естественно и финиш у нас такой цитрусовый в целом получается ну здесь тоже в принципе неплохо интересно имеет место быть наверное просто вот сейчас 2024 году или на данный момент так сказать по моему настроению мне больше нравится именно классическая версия все-таки меня вот эти вот какие-то соки такие немножко может быть отпугивают как-то или не очень хорошо сейчас данный момент заходят но абсолютно имеет место быть ничего неприятного вот поехали дальше посмотрим вишню пивной напиток угадан со вкусом вишни нефильтрованной осветленный пастеризованный объем 0,44 алкоголь 4,5 экстрактивность они тут уже не пишут состав вода питьевая сол пиваренный ячменный глюкозно-фруктозный сироп пшеница концентрированный сок черной моркови регулятор кислотности лимонная кислота кориандр кожура апельсина яблочный пектин ароматизатор пищевой хмель хмели продукты на удивление да то есть хугарден вишня а про вишню тут ни слова нет ну то есть есть вот это концентрирование глюкозно-фруктозный сироп ну нет это наверно все-таки с сахаром больше связано если я правильно понимаю ну напишите мне в общем в комментах глюкозно-фруктозный сироп но глюкоза это сахар фруктозный сироп ну сахар видимо полученный из фруктов каких-то что-то такого плана я думаю вот но и в общем то здесь сок черной моркови которые так понимаю используется для насколько я знаю для цвета как естественный краситель какой-то поэтому такие дела ну чё выглядит все это дело вот так такого вишневого в целом цвета пенка точно также мелкозернистая приятная пиво тоже достаточно высокой карбонизации чувствуется ароматика на самом деле на удаление начинает да ну тут когда подносишь нос тут явно уже такой вот тебе аромат вишневый каких-то вишневых как будто садов я не знаю как будто тут разделывают вишню вот сейчас будем варить какое-нибудь варенье или что-нибудь в этом духе то есть очень явная такая прям ароматика именно вишневая все это чувствуется ну то очень такая мощная явная ароматика ничего давайте попробуем тоже чувствуется пшеничная основа и финиш такой достаточно прикольный на самом деле то есть особого сладости нету да в пиве что мой взгляд хорошо понятно что в целом она сладковатая немножко вот чувствуется терпкость вот это вишневая немножко даже вишневой косточки в послевкусии можно различить которая дает такую специфическую горчинку пиво тоже в целом приятное за свои деньги учитывая объем учитывая ее распространенность да опять же что пиво это можно купить в любом мне кажется магазине то есть в пятерочке в магните но понятно в крупных супермаркетов тех же кбш как я знаю есть вот эти до позиции насчет вишни не уверен но наверное вишня есть вот поэтому проблем нет соответственно плюсов много пиво в целом именно сама пшеничная основа вполне себе неплохая для этой ценовой так сказать категории я скорее доволен доволен потому что в целом наверно вот ну вишня мне изначально понравилось когда я первый раз попробовал я ее после того брал несколько раз вот конечно само по себе пиво немножко специфическое в любом случае потому что ну сладость да какая-то появляется то есть появляется сам вкус вишни это уже тоже такие немножко специфические мне кажется моменты для для нас вот для обычных людей которые привыкли наверно в целом видеть пиво более классическому в исполнении то есть там хмель солод вода там может быть пшеничный солод ну то есть в любом случае вот какая-то такая база да всякие вот эти фруктовые истории они в целом любопытные интересные я думаю те кто не пробовал с удовольствием стоит попробовать вот мне кажется девушкам пиво в принципе понравится потому что она в целом имеет мягкую основу не имеет какой-то супер прям сладкой вот этой вишневой ноты но именно сама вишня мне кажется это весьма себе интересно такие дела я вообще доволен рад что перетестил угарным меня допустим порадовал это очень круто наверно наверно буду теперь это пиво покупать на самом деле нет нет периодически когда хочется какого-нибудь такого бланшика почему нет принципе особо вот аналогов сейчас уже нету помню одно время вроде продавались там какие-то в кб но бельгия понятно есть да но бельгия на дороже сильно дороже не скажу прям что она сильно лучше она отличается конечно много нас ну не прям много но пробовал бельгийцы может я не такой прям любитель именно стиля большого чтобы там говорить что вот там какая-то огромная разница вот сейчас вот я просто как вот человек который хочет выпить пиво так сказать пшеничного пива в бельгийском стиле был все весьма весьма доволен весьма все это вкусненько приятненько прикольненько вот но наверное все таки классика это это получше хотя вишня конечно тоже интересно очень грейфрукту есть у меня допустим немножко вопросов просто не в плане того что с ним что-то не то а в плане того что просто не совсем мой как говорится вкус такие дела ребята пишите в комментариях я думаю что абсолютное большинство да так сказать зрителей смотрела это пиво потому что пиво как я уже говорил весьма все популярно интересно будет узнать ваше мнение разделятся ли мнение кто-то может скажет что нет кто-то скажет что да с удовольствием все мнения читаю просто высказывайтесь в корректной манере вот такие дела лайк подписка колокольчик кто хочет поддержать меня мой канал финансово можете перейти подписаться на бусти это было бы очень замечательно кто хочет поддержать мой канал не финансово можете перейти подписаться на дзен также естественно благодарен всем кто меня поддерживает на бусти на стримах всем ребятам огромное спасибо за это все ребята всем спасибо за просмотр до новых встреч пока